Музыка Получены ответы, задачи решены Живёт со мной всё лето, хозяйка тишины Живёт со мной всю зиму, весну и осень тоже И скуки я не иму, и в горе я не вхож Не напрягайте слуха, ни завтра, ни сейчас Всеслышащее ухо всё ведает про нас В старинном селе Кольцово живут хозяева облаков Нет, конечно, не тех, что на небе Просто небесные вдохновляют на создание литературных Отчасти именно здесь зарождается одноимённый альманах Который объединяет пишущих авторов земли Калужской и не только Творческая дача Александра Трунина и Ольги Клюкиной Место, где редколлегия обсуждает будущие страницы Формат, прочие идейные замыслы В этом и в ближайших выпусках программы «Культурная среда» Мы беседуем с поэтом, редактором-составителем облаков Александром Васильевичем Труниным Получается, именно вот здесь, вот в этих местах зарождаются облака Зародился альманах в Калуге Всё-таки в Калуге, да? Тут не будем лукавить А как красиво звучало бы, да? Красиво было бы, да Но это ведь такое коллективное творчество Вот это не то, что мне одному пришло в голову, и это появилось, и я вот всё это создал Нет, это только вместе Я бы сказал, даже соборное такое А с хей вообще изначально была идея? Или она как раз тоже родилась в каком-то месте? Если говорить, нужно упомянуть несколько, по крайней мере, имён Во-первых, сама идея издать что-нибудь, потому что какого-нибудь серьёзного издания литературного после мецената Приложения к газете «Весть» просто, ну, можно сказать, не было Ну, альманах продолжение было ещё, помнишь? Да, было продолжение, вот мы «Синие мосты» выпускали, но это наш союз Продолжение тоже, два номера Но всё равно как бы это не столь масштабное, чтобы всё просто объединяло Всё равно это более как бы частная такая инициатива И поэтому хотелось что-нибудь такое, что объединяет всех писателей Разных авторов Которые, да, в разных авторах, но лучше выбрать именно Вот всё на профессиональном уровне делать, а не просто на личном, как бы, в взаимоотношениях и прочее Вот, и эта идея возникла тогда, когда наша, ну, можно сказать, власть культурная, да, в области Обратила внимание на писателей Это было вот несколько лет шесть назад Инициативу эту проявил Алексей Петрович Золотин Вот, он замечательно интересный поэт, замечательный журналист и замечательный человек Да, и замечательный человек, вот, потому что он душой действительно болел обо всех Просто трепетно так, о каждом личной, обо всех, и вот о литературной жизни И поэтому ему хотелось как-то оживить, чтобы писателям было больше простора что-то делать в общественном смысле, а не только в личном писать Поэтому вот он обратился к некоторым людям И после этого было созвано литературное собрание такое Литературное собрание, в котором принимались разные инициативы В частности, вот, в библиотеке Беринского появилась литературная лавка Библиотека вообще больше стала обращать внимание на писателей И, в частности, было сказано, ну, давайте что-нибудь издавать И вот наша группа из нашего союза писателей сделала проект Проект именно издания общелитературного такого общекалужского альманаха Название возникло тоже случайно совершенно Точно помню, как мы шли с Мариной Улыбышевой по улицам Калуги, по улице Кирова И размышляли, как все-таки назвать альманах Были предложения разные Вот, и она так что-то смотрела вверх, вверх, а может быть, облака вот Областной, калужский, литературный, да, альманах там вносится Потом это вот так современно, мы решили, мы думали вначале облако Облако, как виртуальное пространство такое, да, вот это И что-нибудь даже оформить в этом же стиле, в таком компьютерном Но как-то трансформировалось все-таки в облака Потому что Немножко претенциозно Облако, компьютерный стиль И, мне кажется, это уже устарело Как-то это одно время было модно А потом это же все очень быстро меняется, да И сейчас это современно А уже через три года это ушло Да, мимолетно А облака вечны И действительно назвали И это название прижилось И теперь уже как-то всеми воспринимается естественно Удивительно, что в этом выпуске есть новые, мне кажется, жанры, да Вот, например, эпистолярный жанр письма Это первый раз? Первый раз такой, да Нет, хотя было, раньше было В первом номере была переписка с великолепным совершенно поэтом Моя переписка с Михаилом Онищенко Это такой все-таки литературный эпистолярный жанр А здесь чистый эпистолярный, житейский жанр Попали на страницу серьезного издания Письма двух людей, реальные письма Хочется поговорить сейчас о том Что же такое художественный текст? Чем его отличить? Почему вот какие-то письма категорически не попадут в серьезные издания? А какие-то? У них есть все шансы и даже вот в реальности все это воплощается Главное отличие художественного текста Тема достаточно разработана, с одной стороны очень много сказано С другой стороны все равно для большинства людей остается непонятным Непонятным Художественный или нехудожественный А как вообще вы выбираете даже стихи? Эти хорошие, а эти плохие? Да невозможно это выбрать Вот как кто чувствует, так и есть И потомки потом скажут, что лучше, что хуже Вот есть с одной стороны формальные критерии, а с другой стороны самое главное эстетическое чувство Которое, во-первых, дается человеку с формированием души Может быть и от рождения, но с формированием все-таки души И с другой стороны оттачивается путем и учебы и собственно какого-то поиска Должна быть наслушанность, начитанность, насмотренность все вместе Наслушанность, начитанность и надуманность И даже надуманность Конечно, то есть размышления И как в любом предмете, в любом мастерстве, опыт какой-то Который дается одному там за месяц, а другому за десять лет, а может быть и за двадцать Что касается художественной литературы, ну прежде всего это выразительность Одно слово я бы сказал, вот именно выразительность текста Оно достигает массы этих художественных средств всевозможных А главное с сочетанием этих средств, то есть они могут быть совершенно разные Но с сочетанием в единое целое, которое представляет какой-то гармоничный текст Село Мариинск на Амуре, 7 марта 1958 года Здравствуй, Рита. Решился я написать тебе Хотя писал и раньше С каким-то волнением приступаю к письму Хотя, впрочем, всегда так бывало Письма я писал в одной общей тетради Писал не каждый день, но очень часто Тетрадь путешествовала со мной и по тайге, и по озеру Была на побережье Татарского пролива В полевой сумке она занимала одно из важных мест Как, впрочем, и в самой моей жизни В любые трудные моменты я обращался к ней Как к самой тебе Писать тебе для меня было каким-то облегчением В этой тетради было все, что могло быть интересным для тебя Мои размышления и прочее, даже несколько стихотворений Возврат к юности Так вот, это было письмо к тебе Начиналось оно так Нет, не забыл, помню Каждый день, каждый час И чем дальше, тем больше убеждаюсь в своей В общем, начиналось оно так А закончиться ему не пришлось Если говорить о письмах, которые опубликованы Они, конечно, не художественные Не об этом идет речь Они хороши Они хороши тем, что в них Именно жизнь Настоящая, просто жизнь Да, просто жизнь Они написаны хорошим литературным языком Это не художественный, а просто литературный Когда я начала читать эти письма Они меня захватили Я их буквально вот запоем Да, пусть они там Это не роман, но тем не менее Действительно очень интересно Да, это очень хорошее признание Потому что я как раз признаться с волнением Думал, а как читатели отнесутся Воспримут, да Был ли мое восприятие их адекватным Или это просто я расположен к человеку Потому что Маргарита Ивановна очень трогательный человек И замечательный человек Который воспитала много-много поколений филологов Давайте расскажем немножечко прямо о ней Маргарита Ивановна Смоленинова Много лет преподавала в Калужском пединституте Потом в Калужском государственном университете А она именно филолог Она преподает русский язык И у нее учились очень многие поколения Учителей, филологов, библиотекарей В общем, все, кто заканчивал КГУ В этих письмах Ну, меня поразило именно то, что Просто целая цепь жизненных событий Которые представляются сюжетом Они так... Причем это не все письма Да, там выборка Выборка, да, где-то даже Не полностью некоторые письма Я почти ничего не сокращал То есть немножко там только может быть Вот, но немножко снабдили Каким-то аппаратом комментирующим Чтобы было понятно Вот, и эти трогательные отношения Когда возникает любовь А потом на протяжении всей жизни Редкий все-таки, наверное, случай Продолжаются какие-то очень активные Теплые отношения Помощи друг другу Человеческие отношения Это, конечно, потрясает просто Вы знаете, меня потрясло еще В очередной раз другое Мне кажется, мы просто разучились все И говорить в современном мире Если брать вот молодежь Не все, понятное дело, что, наверное, кто-то может А эпистолярный жанр, он вообще ушел из нашей жизни Мы привыкли, все мы пишем, сокращаем в соцсетях А там люди пишут о бытовом, в общем-то Какие-то простые вещи Но написано так, что, действительно, это как книга Кроме того, что это памятник как бы времени Да, да Своего, во второй половине 20-го века Начало даже 21-го Это еще и памятник жанру литературному Действительно, уже на исходе эпистолярного жанра Истории эпистолярного жанра А он имеет огромную и прекрасную историю в русском языке Письма писателей мы все знаем С удовольствием читать Вообще, для меня было такое открытие письма Чехова Я очень много ими занимался И сам недавно с одним другом, с которым мы в 90-е годы переписывались Стали перечитывать письма друг другу Удивительно было смотреть, как не спеша Письмо, которое продолжается несколько дней Остановлено следующее число на 7 страниц Не было спешки вот этой, да Особый ритм совершенно жизни Ритм жизни и ритм самого текста Потому что сейчас вот эта гармония Какая-то гармоника текста Она зачастую теряется Потому что мы действительно, главное Что-то настрочил, отправил бегом Не подумав зачастую А здесь видно, что именно осмысленно Сказать И там даже в текстах есть Да, вот я походил несколько дней Сейчас допишу письмо и отправлю Это сейчас кажется настолько странным Удивительно У меня сохранились письма Дорогого мне человека Цуранова Владимира Петровича Он был моей первой любовью А потом, когда у каждого из нас Сложилась своя жизнь Наши отношения стали подходить Под известное определение Больше чем любовь Почти все письма датированы Что позволяет проследить Жизненный путь интересного человека Принадлежавшего к поколению Детей войны Несмотря на то, что наши жизни Не объединились Мы всегда были близкими людьми Судьба не раз предоставляла нам выбор Иногда как-то помогала нам Как видно из писем Владимир Цуранов успел сделать За свою жизнь много За что бы он не брался У него все получалось И делал он все как следует С душой Мы участвовали в судьбах друг друга И дорожили этим Письма Владимира Цуранова Это честные страницы И его, и моей жизни И жизни нашей страны В 20 веке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok